Девушки отдыхают Прямо от нашего отеля направляемся в старый город Куры Саары Столица по совместительству единственный город острова Саарема Да и Муху за компанию Проживает здесь около 13 тысяч населения Но город достаточно древний Потому что Саарема на переводе с эстонского Это островная земля Гводная земля, грубо говоря А Куры Саары Это журавлиная земля Не знаю, журавлей я здесь особо не видел Но вот воды здесь действительно хватает И что-то постоянно чинится, постоянно что-то делается И вот это вот основной вот такой вот Прямо самый такой центрик Куры Саары Сам Куры Саары маленький Ну вот здесь Георготс, спа, мэри спа, отель И вот наш рядом, третий Который Это уже вот сьюцы Если ты не хочешь в отель, ты можешь их как самообслуживание использовать И я думаю, что вся эта система регистрации Она связана с тем, что эта система как и в отеле А вот там видел епископский замок Мы к нему еще подойдем А вот Одна из таких легенд Саары Мар Большой тыль Легенд богатырь И его жена Как его зовут? Я, честно говоря, не помню Но сейчас там будет написано Подойдем Посмотрим Вот такая вот скульптура Лодка полная рыба И вот они чешут Почему-то Скульптор решил, что они должны быть Вот в таком вот виде Раздетые Вот такой вот большой тыль должен быть раздетый Тыль большой И вот сейчас прочитаем Это по-эстонски А вот даже вот по-русски В то время времена жили Назарова, а люди высокого роста Больше силы богатырь тыль и его жена Пирет Вот эта вот женщина, это Пирет Это жена Пирет Они были дружелюбны Помогали рыбакам Вот Пирет заботился о доме Герои были с добрыми сердцами Трудолюбой, справедливостью Как все островитяне Легендарный тыль и Пирет Оберегает островитян и в беде, и в радости По сей день Ну вот, они стоят прямо на центральном променаде И поберегают островитян И на самом деле, кстати Вот это вот епископское поселение Назарова Даже старше Риги 1100 какой-то год, не помню Ну, не суть важная, я думаю, вам не интересно И вот там епископский замок Потому что царем был долго под датчанами и шведами Дольше, чем тогда часть Латвии и Студнии Здесь немножко больше чувствуется влияние Ну вот, пойдем посмотрим, что это такое Ну вот, мы уже добрались до парка возле епископского замка Вот буквально, чтобы вы поднимали Это все рядышком Все под боком Вот сам замок сблизи Вот водичка Канальтики здесь Более ранние времена это были фортификационные рвы Чтобы замок штурмовать было бы тяжелее И там, да, действительно хорошо сохранился Я не знаю То ли его не громили То ли его реставрировали постоянно Но вот он очень хорошо сохранился И историческая достопримечательность И приятное место для прогулки Вот сейчас, конечно, ну не зима Конец марта уже 26, 5 число Но вот та вот марина Для яхт И поскольку это острова Конечно, да Если у вас завалялась какая-то яхта То на острова можно очень хорошо добраться на яхте И вообще, вот, когда, конечно, когда погода Лучше здесь гулять одно удовольствие По этому парку И это учитывая то, что это в принципе очень крошечный городишк Маленький И мы вот когда ехали Мы даже, ну так, получилось, что Мы не совсем насквозь его проезжали С одной стороны Заехали только в него И видно, что, ну, видно, что городок маленький То есть, так нет высоких домов Ну, так, все компактненько, все хорошо Все интересненько Но, все очень уютненько Очень-очень уютненько И главный из плюсов то, что чувствуется Вот, автобус поехал Я вижу общественный транспорт То есть, он какой-то присутствует здесь Я видел такси То есть, это не шутка, что можно взять такси Такси действительно можно взять Вот там вдалеке вижу детскую площадку Было указание, что даже есть стадион Ну да, конечно, Сара Моздорово помогает туризм Но, все содержится в очень таком хорошем порядке И чтобы было приятно И как местным, так и приезжим Проводить время Ну а туристам оставлять свои деньги Вот тоже такие оригинальные скамейки Они получаются, что вот она Она как бы висит в воздухе, эта скамеечка Вот так вот Но зато развернута в сторону воды Что не просто скамейка То есть, продумано, что казалось бы, нелогично То есть, поставьте там, пускай стоит скамейка Но люди хотят смотреть на воду И вот, пожалуйста, смотрите на воду Ну вот Это вход в епископский замок Ага Вот, смотри Прогулки по стенам замка И на ваш риск Есть шанс упасть То есть, ты можешь даже туда залезть И Это вот что Ну, вот это вообще мне нравится Как вот тоже с этим С этим утесом, да? Клифом Парго Да, то есть Ну, хорошо Да Рассчитывают Да Да, то есть Ну, если ты дурак улетел Ну, значит, сам себе троизловный буратино Нечего было туда лезть Нечего было оттуда Оттуда падать Ну, вот так вот Исторический Объект Куры Сары Было, кстати В средние века Весьма зажиточное место И островитяне Не знаю, насколько сейчас Говорят, что Континентальных эстонцев Отличаются достаточно сильно Не берусь судить Потому что Не умеют А, вот, видишь Вот, лесенка поставлена Можно лазить на стенку Да, то есть Если кто-то Нет, ну, туда мы не полетим Нет, а я думал, что ворота закрыты Нет, ворота открыты Все, вот, можно Расследовать Да, можно пройти Понимаете? Камушки Да Нет, вот, души строили Но, учитывая то, что мы видели В этих Утесах, да То есть, какие камни Я думаю, что со строительным материалом Но с арома проблем не было Ага, вот, что-то Проекты Евросоюз Помогает И вот что, да Действительно хорошо, что можно Зайти во дворик Замка прогуляться Пройтись Сам замок А я думал, что он даже закрыт Ну, вот, походить можно Потому что в том же самом Тракая Даже во двор Платный вход А тут, ну, что я могу сказать За это Эстонцам Респект и уважуха Вот Там что-то там, наверное Когда тепло Там ресторанчик Вот Потому что это Тоже Оригинально Посидеть Во Во дворе В ресторанчике Во дворе Старого замка Пойдем, может, туда Сходим, посмотрим С той стороны И вот тоже Скамеечки Вот поставили Вот тоже Сукуму С видом Вот Сидище Любуюсь Замками Балдей Пойдем Посмотрим, что там Не такой Маленький Даже я так Скажу вам точно Он выглядит крошкой Да, вдаль А Так, когда гуляю Я не скажу, что он Да Да И главное, что он полностью Сохранился Ну, конечно Тракая будет побольше Но вот Ну Мальбург Но Мальбург Это, считай, целый город А Про, скажем Нашу Сигуду Я скромно умолчу Туральский замок Там это такой Скромненький Предбанничек Избушка Да И вот, кстати Да Разные окна И вот они Видишь, это Епископский замок Да Поэтому он не совсем Как Ну, такое Фортификационное Сооружение Чтобы все окна Это бойницы А тут вот С такими элементами Декор Вот городок Очень милый Ну, конечно Со своим Ритмом жизни Который накладывают Маленькие города Вот как раз Хорошо Башенка видна Не, он достаточно Большой Я тебе так скажу Его нельзя Назвать маленьким И вот Глава, что Абсолютно свободно Ходи Броди Пожалуйста Любуйся Чего хоть Что делай Всем пофиг Никто тебе Деньги не сбирают Я вот что Марин, Марин Я думал, что у нас Вот Вот такой замок Вот Ворота бы захлопнули И сказали Что вход платный Вот проход И тут, наверное Был центральный вход В замок Да Центральный вход В замок Там музей Вот пушечки Да Пушечки Холл Да Он или нет Как у нас Туретки Да Да Деревянная Это Настройка Да Ну вот Желание Кто хотел Могли в замок Ходить Но Сейчас он уже закрыт До 17.30 Был Непопадание Внутрь Замка Сарема Мы как-нибудь Переживем Якусковского Да Тем более Вот Кстати Вот тоже Что Отличительная черта Во всех замках Мне кажется И в Тракая Такое было И В этом И в Турете Есть И в Марбарке Было Нет Это Поето Показывает Как оно Было Граще Да Колодец Ну вот Стены Стены Конечно Впечатляют И вот Он Еще Что Тож Да Потому Что Лезут Намного Да Да Колодец 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 И вот Что Но ему Везло На островах Его штурмовать Было Немножко Сложнее Потому Что Он Был Защищен Естественным Образом Сюда Надо было Привезти Но Так Я скажу Массивненько Оборонять Его Можно Было Достаточно Хорошо По тем Временам Это Серьезное Фортификационное Сооружение Ну Когда Ядра Стали Попадать Тогда Да Тогда Уже Все И вот Кстати Вот Кстати Вот Наглядный Пример Да Все У меня Не Как Уточки Все Мне Никак Не Дает Покоя То Что Вот Деревянная Архитектура Посмотрим Может Это Конечно Мне Два Первых Попад Да Тоже Старая Деревянная Архитектура Здравствуй Юрмала Привет То есть Вот Можно же Каким-то Опразом Сделать Чтобы Это Не Превращалось В Какую-то Заброшку И Тем Более Что Заброшки На Царь Не Редкость Да То есть Или Может Яти Являются Частью Комплекса Замка Ну Никого Никого Это Не Колышит И Что-то Успело Сгнить Да Что-то Успело Сгнить Вот И Вот Нет Был На Как Его На Композиции Не Не Было На Композиции Это Наверное Вот Видишь Вот Эти Да Это Что-то Это Относилось К Замку То Что Но Эти Явно Это Уже Такие Более Свежее Строение Которые Настроены На Да Улица Лоси 27 Да Да Вот А там Уже Начинается Сам Собственно Говоря Город Ну Сам Город Да Да Ну Я же Говорю Мы Ходили По Лоси Парку Ну Вот Энтерпрайз Резиденс Хотел Это Отель Вот Так вот Выглядит Куры Сары Ну а дальше Уже Идет Жилая Застройка Обычный Такой Небольшой Провинциальный Город Только С той же Разницы Что он Находится На Островах Ну тут Наверное Уже И вот Кстати Такси Катаются О чем И вот Говорил Я был Не уверен Что Насчет Третьего Способа Путешествовать По Сарамана Такси Не знаю Насколько Это Дешево Дорого Или Еще Как-то Но Такси Есть Такси Катаются Но я Предполагаю Что в основном Свои Масси Они возят Возят Туристов Потому что Вряд ли Местным Тут куда-то Надо Особо Ехать Выглядит А Вот Да Говорят Что Курирует Кисю Ну Она Чистая Кисю Явно Кисю Кисю Может От 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 Ну Вот Видите Котик Тоже Есть Ролику Как Говорится Добавляется Плюс Плюс 10 Княшности Но Кстати Вот Смотри Все Таки На Север На Север И Достаточно Пушистый Кот Так Ну Прервемся И потом Продолжим Если Что-то Интересное Еще Найдем Продолжим 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 Продолжение следует Продолжение следует...